Девушки отдыхают Девушка закрыта. Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Сергей Шубенков и Виктория Панина. Сегодня в программе. Этномир. Репортаж из музея под открытым небом. Лесной лабиринт Дебри. Приключения в сети запутанных дорог. Как снимать красиво. Советы профессионального фотографа. В гостях у звезды журналистики. Утро с Наташей Барбье. Ну и? Что, ну и? Ты сама подумай, ведь Москва – это гигантский мегаполис. Шутка ли, там живет больше 12 миллионов человек. Ну ты осознаешь масштаб? Там больше 80 национальностей. Я ощущаю масштаб, Сереж. И не понимаю, зачем тогда ты привез меня за 90 километров от Москвы. Вот с этим масштабом, людьми, мегаполисом. Ну ладно тебе. В масштабах как раз-таки Москвы 90 километров – это тьфу. А вот это историко-культурный центр «Этномир». Здесь можно не просто узнать о жизни разных народов. Здесь можно прожить целый день так, как живут представители разных редких национальностей народов. Ощущить весь дух. Невероятно круто. Дух, пощите, да? Традиции. Сереж, а зачем мы так рано сюда приехали, а? А тут у меня готов скучный, банальный ответ. Потому что утром, Панино, нет пробок. Все? Ну? Всего в 90 километрах от Москвы, на территории в 140 гектаров, мирно существуют белорусский хутор, марокканская деревня, китайский квартал и хакасская юрта. Это парк «Этномир», который объединил десятки разных культур и национальностей, учитывая все этнические традиции – кухню, ремесла, обряды и дома. Именно так, как раньше строили, потому что наша бабушка вот жила также на хуторе, все было рядышком. Ну, то есть однозначно, однозначно именно так. Мы пришли как домой. Вход в «Этнопарк» стоит 500 рублей в выходной и 400 в будние дни. Машину, правда, придется оставить у входа. Но переступив порог «Этномира», становится понятно, что транспорт здесь не нужен. Все объекты находятся недалеко друг от друга и связаны между собой удобными пешеходными дорожками. Первым делом посетители проходят по «Этнодворам». Здесь, помимо детально воссозданных жилищ и мастерских, есть специальные национальные хранители – люди, которые лично знакомят гостей с особенностями своего народа. В парке, помимо этнических построек, находятся и скульптуры, которые также можно предметно исследовать. Деревянные истуканы соседствуют с китайскими четырьмя мудрецами и памятником Юрию Гагарину. Лабиринт «Этномира» производит впечатление уже на входе. Вроде совсем нетипичное русское сооружение, но как удачно вписалось в лесной пейзаж из отечественных елок и берез. Дебри – постройка уникальная. И в первую очередь из-за того, что находится на высоте нескольких метров. Проходит их далеко не каждый. Многие, блуждая по коридорам, сдаются и возвращаются обратной дорогой. И это несмотря на то, что дебри – достаточно компактный лабиринт. Его длина всего один километр. Километр – это протяжение всех дорог, вообще какие есть там. И, соответственно, они заплетены на нем диктали высотой от трех до семи метров. Соответственно, если ты выбрал правильную дорогу, ты можешь быстро пройти вообще. Денис Решетов точно знал, что стандартные правила лабиринтов ему не подходят. Дебри интересны полной непредсказуемостью ходов. Есть такое правило, там, правой руки, идешь в лабиринт, по правой руке. Здесь оно не работает. Еще одна особенность этого лабиринта – то, что создавался он именно для российских посетителей, учитывая национальные нюансы. Здесь обмануть систему не получится. Только честная игра. И вылезти оттуда по-другому, как пройти его, нельзя. Вот в этом это что и привлекает русского человека, ну и, наверное, всех людей, что невозможность какая-то по-другому это решить. Посетители лабиринта делятся на три группы. Первая группа – рациональная. Просчитывает нужный поворот. Кто-то забирается на самую высокую точку, чтобы увидеть полную картину. Вторая – расслабленно гуляет по коридорам и, кажется, не торопится возвращаться. Третья группа – это дети. Для них Дебри – настоящий аттракцион. Лучше всего дорогу находят совсем маленькие дети, которые вообще ни о чем не думают. А когда начинают думать взрослые, они иногда портят себя своими мыслями. Дети, по мнению автора лабиринта, – лучшие путеводители. А все потому, что не пытаются быстрее найти выход, а скорее просто развлекаются. А кто тебя лапкой гладит? Вообще мне нравится, что здесь очень много животных. Сереж, а где ты увидел много животных? Здесь только вот кот, которому уже надоело сидеть у меня на руках. Да? Ты знаешь, здесь есть не только один кот – буфетчицы Зины. В этом мире огромное количество разных животных, потому что здесь есть музей живой природы, даже питомник собак, хаски. Ву-ву-ву-ву-ву-ву! Ты зачем котика пугаешь? Не пугай мне котика! Отдельное и любимое всеми место – это живой уголок. Вот там клетки хаски. Пойдемте. Пойдемте. У вольера с собаками хаски всегда много народа. Днем животные чаще всего отдыхают. Но вечером все желающие могут прокатиться на собачьей упряжке по территории парка. Я просто сейчас поглажу, ничего не будет. Ой, я тоже хочу погладить. Сказала она, и руки у нее не стало потом. Нет, погладь. На самом деле, очень приятный. Да? Да. Тогда я с тобой поглажу. Его белый Бим зовут, мне вот так называют. А никто не хочет, чтобы я погладил. Есть такая поговорка – лежачего не гладят, да? Но на самом деле это вранье. Можно погладить спящую лежачую хаску. Ну, тихонько. Ты что делаешь? Знаешь, как страшно. Они сейчас все проснутся. А кто журнал-то? Ой, рыженькая, привет. В выходные в Этномире проходят фестивали, посвященные конкретной этнической группе. Как, например, Дни Южной Америки. Здесь, помимо коренных жителей континента, можно встретить и русских индейцев. Людей, преданных этой культуре, настолько, что она уже стала им совсем родной. Когда начинаешь этим серьезно заниматься, ты понимаешь, какой это большой пласт культуры, и он совершенно не изучен у нас в России. Достаточно сильно связан и с нашей историей. Как выяснилось, еще в 19 веке в племенах гостили целые делегации из России. Поэтому интерес и любовь наших соотечественников к индейской культуре имеет давнюю историю. И, кстати, интерес этот взаимный. Как правило, индейцы сами называют другие народы, ну, не очень хорошо, там, пауки, змеи и так далее. Но русский единственный народ в мире, который индейцы называют Мата-Аята. Это в переводе называется Медвежий народ. Это очень такое название благородное и уважительное. По мнению Сергея Юматова, настоящим индейцем стать нельзя. Им можно только родиться. И страна здесь не играет никакой роли. Когда я снимаю, допустим, костюмы индейцев, я не перестрою быть индейцем. Понимаете? Потому что мы занимаемся реконструкцией духа, а не событий исторических. Помимо исторического аспекта фестиваля, гостям предлагают зрелищное шоу с национальными танцами и обрядами. И, конечно, невозможно побывать в индейском племени и не привезти памятные сувениры, кулоны, амулеты и костюмы работы перуанских мастеров. Но парк полон не только во время фестивалей. Ведь этномир – одно из уникальных мест, где уживаются такие разные культуры и люди. Тут, конечно, территория гигантская. Вот весь мир в одном парке собран. Вот ты в Непале была? Нет, в Непале не была. Окей, хорошо. А в Арабских Эмиратах? И в Арабских Эмиратах не была. Ну, тогда выбирай. Непал или Эмираты куда? Нет, Серж, хочется чего-нибудь русского. А, ну так вот он я. Нет, хочется чего-нибудь культурного русского. А так добрый вечер, сударыня. Не соблаговолительнее вы прогуляться со мной. Чай, самовар, пирожки. Печь там. А, не-не-не, там Эмираты. Вон там печь. Ну, куда ты пошла? Ну, ты знаешь, куда идти? Не знаю, но дорогу сама найду. Спасибо большое. Ну, подожди, хоть бы компас взяла. У меня с собой есть планшет Sony Xperia Z3 Tablet Compact. Сейчас мы в него загрузим карту. Вот. И весь этномир у нас будет как на ладони. Пожалуйста. Слушай, какой он легкий, какой тонкий. Я тебе больше скажу. Это самый тонкий и легкий компактный планшет в мире. Понятно? Так с ним и путешествовать удобно. Очень удобно. Так, вот она, русская печь. Да. А, так получается, что ты правильно шла. Вау! Вот это да! Это ж какая красота-то здесь! Да лепотища-то какая! Все ж прям не то синий, не то зеленый. Я даже восхищу! Да нет, да слов нет, нравится ли. То есть тебе очень-очень нравится этот прекрасный, изумительный вид. Да. А вот только вообще непонятно, что ты сейчас хотел сказать. Непонятно. А есть человек, который свои эмоции так легко и просто выражает, что понятно всем людям. И это не ты. Ага. Этномир – одно из любимых мест у профессиональных фотографов. Здесь десятки разноплановых объектов, причем в шаговой доступности друг от друга. Скульптуры и шатры соседствуют с живым уголком и этническими постройками. Есть где разгуляться фантазией настоящего специалиста. На самом деле объектов масса. Вот там, например, видели вот около какого-то отеля, там такой крошечный маленький прудик, да. Вот если его просто вот подойти и снять, это будет крошечный маленький прудик. А вот если вы подходите и почти камеру в воду опустили, то в этом случае вы можете делать съемку практически у самой воды, и это будет уже интересно. Юрий Афанасьев занимается фотографией уже 39 лет. Относится он к классу универсальных фотографов и является признанным мастером своего дела. Победитель многочисленных международных конкурсов. Он получил звание «Квалифицированный европейский фотограф рекламы» от Европейской ассоциации профессиональных фотографов. В этом году на европейском конкурсе F.E.P. его работа была отмечена золотой камерой в разделе «Коммерческая фотография». Приз он ездил получать в Кёльн на международную выставку «Фотокино-2014». Приехав в Эдномир, он решил поработать сразу в нескольких жанрах. Портрет, пейзаж и репортаж. А также поснимать архитектуру. Было странно, что на такой сложный проект он приехал налегке. Весь свой боекомплект, состоящий из камеры Sony Alpha 7S и трех объективов с фокусом от 12 до 200 мм, он разместил в карманах куртки. В настоящий момент у меня в руках камера 7S. Это камера полнокадровая на 12,2 мегапикселя. Но она обладает фантастической чувствительностью. Собственно, ISO – это показатель, который измеряет уровень чувствительности матрицы к свету в данном случае. Понятно, что чем выше чувствительность, тем меньше времени понадобится на правильную экспозицию. Фотография давно перестала быть для Юрия просто работой. Скорее, это стиль жизни. Он любит путешествовать. Именно это увлечение подтолкнуло его к освоению панорамной съемки, которая позволяет донести до зрителя полную картину происходящего. Но многие фотолюбители, а также коллеги-фотографы, узнают работы Юрия по фирменному стилю – съемка в динамике. Камера Sony позволяет ему совершенствоваться в этом направлении, выдавая исходную картинку в отличном качестве. Преимущество этой камеры заключается в том, что эта камера полнокадровая, эта камера малошумящая, у нее достаточно крупный пиксель, из-за этого камера не перегревается при длительных экспозициях и точно так же выдерживает сверхвысокое ИСО. Даже если вы приехали ради пары любительских снимков, собственных детей или супруга, к каждой фотографии нужно подходить творчески. В этом, по крайней мере, уверены профессионалы. Если человек осознанно к этому подходит, то он, первое, сначала понимает, что он хочет снять, ищет какой-то интересный ракурс, смотрит, насколько графично то, что он собирается снять, и потом после этого он только выбирает точку и нажимает уже на кнопку, осознанно установив экспозицию. Юрий приехал в парк трем часам. Дождавшись, пока полуденный ветер разгонит сплошную облачность. Но помимо дневной съемки, основной целью поездки было проверить, как поведет себя камера Sony Alpha 7S при съемках в сумерках, когда солнце уже село, и как ей можно будет поснимать ночью без штатива при свете костра. По техническим характеристикам Alpha 7S способна справиться с любым освещением. Но Юрий хотел проверить это на практике. Вообще в это время суток принято работать всегда со штативом, только со штативом, потому что в противном случае все снимки будут размазаны. С этой камерой мы попытаемся сделать эксперимент, когда я буду снимать без штатива, то есть мы будем снимать те ситуации, которые обычно не получаются. Получается все размазанное, здесь будет все, как будто мы снимаем днем, и мы получим, надеюсь, удачное изображение. Любой фотограф, разглядывая свои снимки, вечно недоволен то экспозицией, то композицией. В линейке камер серии А7 с технической стороны предусмотрено практически все. В электронном видоискателе есть электронный уровень, и ночью видно, как днем. Пусть для того, чтобы сделать хорошее фото, требуется немало времени и подготовки, результат стоит потраченных усилий. Главное, чтобы техника помогала. Сереж, а как связаны Гагарин и Этномир? Ну как, по-моему, связь прямейшая. Понимаешь, в Этномире собран весь мир, все народы, они вот на одной территории, а Гагарин, он первый в мире человек, который увидел все это с космоса сразу. Сереж, прости, пожалуйста, прости. Я случайно, правда, ты так красиво рассказываешь, прости, пожалуйста. Вот заставить бы купить новый планшет, а, но не буду. Держи. Случайно. Ты просто красиво говорил, что я заставлю. Так, тихо. Смотри. А ты что делаешь-то, Сереж? Сереж, ты что делаешь? Не надо, Сереж. Нешай. Вот. Оп. Нет, ничего страшного, салфетка. Ты уверен? Уверен, потому что он пыли и вода непроницаемый. А еще заряда мощности его аккумулятора хватит на 13 часов беспрерывного просмотра HD-видео. Ясно тебе? И ты хочешь сказать мне, что он работает? Прекрасно работает. Дом как новый. Смотри. Оп. Оп. Ого. Вуаля. Так с этим планшетом можно и в космос? К звездам? Для того, чтобы попасть к звездам в космос, Диктория, не нужно, потому что у нас в программе есть своя собственная личная и персональная звезда. Ясно? Я не торговал. Вот. Сегодняшнее утро мы проводим в компании звезды интерьерной журналистики Наташей Барбье. Она не без гордости признается, что до нее о красивых интерьерах никто у нас не писал. Никто в стране интерьером не занимался. Они в смысле его делали, но о нем никто не писал, не анализировал, не рассказывал о дизайне или о мебели. И это было так давно, что я, правда, не могу вспомнить год. Вот уже много лет все утро Наташи Барбье одинаковы по форме. Обычно я встаю 8-9, идеальный вариант 9, но так в моей жизни бывает совсем не часто. А вот содержание всегда разное. Чаще всего я читаю дома в верстке журнала Мезонин. Например, здесь есть чудесные дома, которые просто сделаны на воде. Вот дома на воде. Это же очень красивая тема. Это только в журнале. Тенденции в оформлении домов и квартир меняются с такой же скоростью, как и в модной индустрии. Чуть ли не ежемесячно. Сама Наташа признается, что лет 10 ничего в своем интерьере не меняла. Должна быть какая-то норка, в которой прячешься, садишься с пледиком, с книжкой, слушаешь музыку, читаешь. В общем, она мне совершенно необходима, чтобы просто прийти в себя. Время от времени в ее квартире появляются новые весьма любопытные вещицы. Это действительно седло слона старое, привезенное из Индии. Оно такое особенно прекрасное тем еще, что на нем может стоять 48 человек. Но вообще, о, у него ничего не будет. Наташа не только критик. Идеальный интерьер она легко создает сама. Однажды решила, что неплохо было бы научить этому других. Я приехала в такой дом дизайна на Спиридоновске. Здесь находится школа-студия детали, где учат декораторов. Несколько очень красивых шоурумов, ну, класса, естественно, а наверху даже есть кухня. Наташа никогда не отказывает себе в удовольствии пробежаться по всем четырем этажам школы дизайна, чтобы познакомиться с новыми креативными идеями и их предметным воплощением наших и зарубежных дизайнеров. Это совершенно новая вещь, как видите. Я даже не знала. Это детская кроватка, которая, как мне кажется в будущем, что бывает очень важно. Представьте, ребенок вырос. И она становится маленьким, прекрасненьким, таким кабинетным диванчиком. И в конце обязательного маршрута заглядывает в гурме-студию. Здесь ее ждет чашка горячего кофе и удивительный вид на старую Москву. Боже мой! Слушай, я еще здесь не была. Это прям какой-то настоящий secret place in the middle of Moscow. Следом Наташа ждет встреча с рабочей группой по воссозданию интерьеров чайного домика в нескучном саду. Планы у Наташи Барбье почти наполеоновские. Из некогда чайного домика, перестроенного под нужды советской библиотеки, сделать пространство под оперный театр. Задником будет служить прекрасный вид на Москву, реку и на набережную Фрунзевскую с той стороны. Задняя часть сцены вполне возможно будет именно видом. Что, кстати, редко бывает. Кстати, это использовали античные греки. Мне кажется, правильная идея того, что центральный зал должен быть такой золотисто-голубой. Потому что, во-первых, это вообще цвета 19 века. Это цвета ампира. Вот такое мое примерно обычное утро. Один стакан чая, две чашки кофе, два раза подкрашенные губы, четыре встречи, три решенных вопроса. И сейчас только середина дня, и я, наверное, еще многое успею. Эх, все-таки жаль, что мы не успели здесь все посмотреть. Так много мастер-классов, музеев, смотровых площадок. То уйма просто. Тогда мы останемся здесь, переночуем, и завтра продолжим все изучать. Ну, не можем мы так поступить. Не можем, потому что наша программа должна быть постоянно в движении. Есть и в Москве большое количество разных интересных мест, о которых мы просто обязаны рассказать нашим зрителям. Ну, прав, прав же. Поэтому давай прощаться. С вами были Сергей Шебенков и Виктория Панина. Прошу. Ну, а что-то мне подсказывает, что я в это место еще вернусь. Ну, а что-то мне подсказывает, что я в это место еще вернусь. Продолжение следует...